всем привет сегодня верность его опять вам вещает и сегодня у нас очень необычный ролик все в интернете интересуются как поживает наша девочка ротвейлер которую сбила поездом и у нее история продолжается сейчас будет очень жарко и очень интересно послушайте до конца внимательно значит предыстория привет предыстории девчонки такова что ее сбил поезд у нее перелом позвоночника травмы головы но она уже как бы себя чувствует гораздо лучше давай скорее пить водичку вот но нас здесь появились новые события а события какие судите сами слушайте сейчас все расскажу как она была на самом деле и вы уже будете сами делать свои выводы вчера с утра мне позвонили вот по этому номеру 8 904 366 84 85 люди поинтересовались находится ли у нас собака в приюте я сказал да и они изъявили желание ее забрать ну во первых если честно сказать молодец умница хорошо молодец хорошо если честно сказать то достаточно подозрительная ситуация дело в том что за спинальником ухаживать нужно иметь опыт и люди за людьми спинальниками редко кто ухаживает по-настоящему за собак это не меньше труда стоит смотреть и нянчиться с ней не меньше чем с человеком честное слово конечно у меня этот звонок вызвал подозрение но тем не менее я ответил женщине что да конечно приезжайте побеседуем обсудим этот весь момент вот она мне рассказала о том что у них двухкомнатная квартира и они с мужем готовы ее взять себе на доживание ну я говорю приезжайте все как бы стал ждать пока люди приедут через некоторое время это было вчера ну то есть тот же день как и был звонок приехали два мужчины один постарше 2 помоложе и сказали что вот вам типа жена звонила мы готовы забрать собаку с домой для дальнейшей реабилитации лечение всего остального пойдемте дальше то что мне нужно будет возле компьютера кое-что показывать будет очень весело пойдем сейчас мне придется посидеть возле компьютера почему потому что мне кое-что придется показать потому что без этого я не объясню суть дела в общем когда эти два мужчины приехали забирать собаку я им сказал говорю ребят не вопрос вы хотите забрать собаку лечить ее самостоятельно конечно вам огромное спасибо и для нас это забрать такого спинальника к себе домой это облегчить наш труд неимоверно конечно верно есть один момент я вам просто так собаку не отдам давайте мы на видео снимем как вы ее забираете или хотя бы покажите мне паспорт чтоб я знал по какой прописке мне потом искать вас человек готовия паспорта с собой не взял водительские права покажите они на машине приехали на 99 или на девятки полностью тонировано наглухо вот но водительских правах там типа ничего не указывается говорю ну хорошо он тогда человек достал документы о том что он работает в полиции так светанул не ими и убрал в карман я говорю ребят давайте так если вы хотите забрать собаку я должен снять видео куда я ее отдаю но они вроде бы да хорошо я говорю по какому адресу вам привести и люди что-то чук-чук что-то там такое ну короче замельтешились сразу ответа не дали назвали адрес маршала еременко вот сейчас врать не буду не то 60 в не то 60 б по моему 60 в вот по этому адресу они просили привести им собаку но все хорошо мы распрощались к 6 часам я должен был им повести эту собаку однако через некоторое время мне перезвонили эти люди мужчина опять перезвонил и говорит что так мол и так мол ребят там у нас что-то с соседями я так и не понял что он объяснял там соседи что-то не то еще что-то не это короче там какой-то у них сыр-бор разбой вот или что там творится не знаю короче какие-то неполадки с соседями у них и они не хотели бы показывать собаку игру ребят ну какие проблемы это будет темно мы занесем ее к вам домой да и все и дома снимем и все проблемы ну что-то опять у них там не срастается не говорят нет давайте на отвезем на николаево это у нас получается на николаево 23 там якобы мама живет там и заснимем там и сделаем все хорошо не вопрос давайте так ну и как бы все ожидаем мы 6 вечера чтобы вести собаку а тут опять звонок и звонит вот такой номерочек 8 925 34 54 25 мария хамуська как я узнал что это мария хамуська это уже ребята моя военная тайна то есть нужно будет доказательство что это именно марина мария хамуська не вопрос и когда у меня высветился кто владелец этого номера телефона я вспомнил что где-то я уже слышал эту фамилию а здесь вот если зайти в группы я особо этим не занимаюсь потому что некогда на это тратить вещи но на данный момент и все-таки влез и кое-что посмотрел вот здесь вот в группах я начал все-таки искать потому что по памяти где-то что-то я все-таки видел есть некая некая сириус салия видно да и вот что пишет от сириус салия значит это вот если на начало сделать я потом понял откуда я видел эту какую там марию мария как она хусько дело в чем что если вы зайдете на сириус салия и посмотрите ее четыре общих друга то увидите мария хусько вот такая вот девочка закрываем и дальше смотрим кто такая мария как этому соли читаем комментарии так к нам поступил ну тема тема раскрыта к нам поступил звонок что возле железнодорожных путей недалеко от базы игрушка лежит собака возможно сбитая поездом девочка ротвейлер ухоженная так и так то 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 едем дальше пошли комментарии смотрим комментарии ну там дима редкий хозяин не откажется от нее в таком состоянии только настоящий друг и тому подобное и вот здесь вот у нас вылетает сириус салия которая очень как-то странно начала комментировать тут все собаку хотели забрать но почему-то дима не отдал собаку странно никто у меня не спрашивалось забрать до этого ну в принципе понятно почему бабло халявное течет само в руки разве можно расстаться с такой удачей а положить собаку в опилке чтобы она забила все носовые проходы пылью это сверх жестокость со стороны хозяина приюта они зафиксировать спину и писать и писать что повреждена спина это что или попытка пожалуй мне написать про собаку чтобы дебилы ведущиеся на этот лохотрон побольше бабок скидывали а придумать ампутировать лапы это блажь ублюдка который ветеринарии вообще не имеет никакого отношения что вообще происходит в этом приюте и в таком душ в таком вот духе у нас вот это сириус салия пока находящаяся в маске вот такие комментарии пишет дальше она пишет о том что это он кто кидает собаку в вольер к волкам где их разрывают развеенные животные это вы его называете отзывчивым он же собаку бил лопаты а потом об этом сам рассказывал это сущий комок злоба и жестокость а вы придурки боготворящие выродка когда после этих двух вот этих комментариев сериус салия под маской поняла что ее никто не узнает она разошлась и посыпала дальше уже тут просто конкретно когда люди начали ей как бы возражать вы в своем уме мы видим как дмитрию относятся животные они врать не умеют и только и то сколько дмитрий делает для питомцев и так далее и так далее это вот кати алексей пишет да на что сириус отличает дура ты тупая а ты знаешь кто такая беликова наталья вот это действительно человек который любит собак и живет для них они как этот черт за счет собак и дебилов которые его спонсируют и кстати не надо свою рожу заносить где тебе не рады ну то есть ну далее пошли комментарии у тебя что глаза говном замазано читать что написано черным по белому и где ты и ты где-то увидела что я помогаю наталья но в общем ее комментарии мразота там мне плевать будешь ты отвечать или нет ну в таком вот духе скажем так я не я не знаю но очень 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 я не знаю как-то как-то здесь вот здесь вот есть очень интересный комментарий ты я на язык прикуси иначе его тебе кто-нибудь когда-нибудь да вырвет я обратил внимание на слово я на то есть кто-то получается ее знает и дальше начал дальше копать некая 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 есть такая я надо из общих наших знакомых если мы забиваем вот такую вот штуку я например пишу вот так вот да я начал забивать искать ее соли и выскочила вот такая штука яна любивая соли просто чисто случайно забил и вышла яна любивая соли я нажал где-то тут у меня кнопочка я нажал на вот эту штуку и дальше мне выскочила вот такая замечательная фоточка на которой я узнал человека который приезжал ко мне за собакой ну я так понимаю возможно с сыном вот я начал дальше копать я начал смотреть фотографии сейчас делал этот фотографии полистаем немножко очень интересно вот этот человек приезжал он действительно служит в полиции как я понимаю едем дальше узнаете вот здесь вот вот мы едем дальше что у нас получается я начал пролистывать фотографии личные страницы этих двух скажем так молодых людей такой вот скажем так 4 и нарвался еще на много чего интересного здесь видно куча животных когда-то у сали был приют который сгорел в свое время я нашел опять же она наша дамочка то есть уже без масочки то есть во всей красе вроде бы женщина нормальная на лицо культурное скажем так кто узнает да пожалуйста едем дальше снимаем маску опять же она кстати об этом приюте я раньше слышал не очень хорошие отзывы и знаю людей которые из ее приюта привезли в наш приют больную собаку саркоптозом долечивать это просто есть люди которые сюда оттуда забрали собаку вот я когда-то как-то не вдавался в эти все подробности но сейчас я все-таки покажу волшебные вещи вот едем дальше опять же она едем смотрим и вот здесь сейчас будет очень интересные моментики вот этот парень красавец мужчина вот который приезжал за собакой так вот вот этот человек который приезжал к нам за собакой за ротвиллером едем дальше о сладкая парочка твикс едем дальше красавцы дальше я так понимаю там семейная пара смотрим красавица соли осириус в студию вот этот человек пишет вот эти вот комментарии так что ребят тут вопрос такой что как бы очень интересно все вот это вот ну дальше что мне тут говорить я все в принципе показал ковыряться в этом грязном белье у меня нету ни желания ни никаких как бы сил потому что времени у меня очень мало на самом деле ограничены единственное что я хочу сказать по этому поводу мои подозрения в принципе у любого движения в жизни должен быть мотив за последнее время клевета в сторону меня и в сторону приюта просто от многих людей их уже слышу что грязь лют в мой адрес и в сторону приюта просто мега пачками я как бы на это все внимание не обращаю потому что мне некогда этим заниматься вот но в данном случае просто на все чисто из-за того что я думал там может изверги какие собаку мало ли для чего берут может отработать и выкинуть и тому подобное не знаю но на данный момент у меня различные подозрения возникают в каком плане возможно вот это наша деятельность то что мы принимаем бесплатно тяжело раненых и больных перешла многим сборщикам дорогу которые вот реально на больных собаках наживались мы принимаем совершенно бесплатно не требую никакой помощи вообще ну в каком плане мы не выставляем там по всему интернету посты и тому подобное кроме того в нашем приюте находится как минимум шесть спинальников вы знаете только о двух остальных мы даже не показываем смысл нам содержать собак не показываешь в чем наживы не могу понять и вы отправдываться даже не хочу и смысла никакого нету вопрос в чем для чего вот эти люди совершили вот этот поступок то есть одна по носам поливает грубо говоря приют и меня в том числе в прямом эфире не боясь наказание за это второй соучастник который приехал забрать отсюда собаку а также вот это вот мария хамуська которая тоже является соучастником этого дела она представилась по телефону женой этого парня это все одна шайка-лейка вопрос спрашивается зачем людям нужно было это делать у меня есть подозрение вот для чего так как они свободно пишут о том что я на съедение волкам собак бросаю всюду гадости пишешь этом убиваю собак и тому подобное и в различных уже источниках я слышал такие гадости но не придавал значения на данный момент мне это все достало я хочу всыпать просто ребятам как следует я сейчас напишу заявление в полицию обязательно безостановочно и скорее всего в суд подам после этого еще не знаю прокуратуру или куда будет сделано отправлено сто процентов пускай разбираются это тоже уже здесь у достал так вот зачем нужно было брать собаку вытащить ее чтоб я потом концов не нашел куда отдал собаку а люди мне в комментариях начнут с этой же подставы их не писать дмитрий а как там ротвейлер поживает да вот мы отдали ее а кому отдали да вот сюда вот отдали а там пусто и через некоторое время например находят этого ротвейлера где-нибудь в лесу с глоткой перерезанной или проломленной черепушкой и красным написано вот такой вот у нас дмитрий молодец а вот какая оказывается правда-то дмитрий избавился от собаки выкинул ее в лес возможно такую ход событий ребят честно говоря некогда всей этой ерундой заниматься дня работы и у меня и у команды вот так вот хватает я в этом мусоре ковыряться никогда не хотел но сейчас мне придется это сделать таких вот выпадок в мой адрес уже в адрес приюта была куча но терпение мое лопнуло еще раз кто-нибудь вот такую гадость выставит просто на все будет сделано то же самое а сейчас для островский для того чтобы люди поняли что я больше шутить не буду я подам в суд и напишу заявление в прокуратуру по вот этому вот именно поводу так что ребята соображайте все как бы сказать мне больше нечего сейчас сами ролик смонтирует я его сперва отправлю им сириусу сали напишу просто утром ролик сейчас в кучку соберу и и мария хуську тоже самое скажу нашу ребят запускаем послушаю чего не сказать ребят привет мария привет яночка привет вы в данном случае соучастники одного дела не просто вы меня парафинили да там грязью облили в интернете попытались дискриминировать юридическое лицо как некоммерческую организацию благотворительный фонд защиты верности вот за вот это вот вам будет всыпано а я уж постараюсь приложить максимум усилий чтоб так оно и было все до свидания